Вести Карачаева, Черкесия Глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя премьер-министра страны Марата Хуснулина. Участники заседания рассмотрели реализацию национальных и федеральных проектов в регионах России. В Карачаеве, Черкесии, сегодня по федеральным программам и нацпроектам осуществляются мероприятия по 170 объектам, в том числе строительство 70 объектов, среди которых объекты образования, здравоохранения, спорта, жилищно-построительства, водоснабжения, туристской, дорожной инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, в текущем году ведется благоустройство 64 территорий, 14 общественных и 50 дворовых. Осуществляется и капитальный ремонт 31 участка дорог, 4 искусственных сооружений и монтаж одной установки весогабаритного контроля. В рамках заседания Президиума правительственной комиссии по оригинальному развитию в стране обсуждались также механизмы упрощения деятельности строительной отрасли, уменьшение бюрократических барьеров, что позволит работать продуктивнее и сдать объекты капитального строительства в установленные сроки или с обережением. И в продолжение этой же темы. В Карачаево-Черкесе за счет инфраструктурного бюджетного кредита планируется реализовать два объекта. Это в частности строительство и реконструкция сети горнолыжных трасс Домбае общей протяженностью около 17,5 километров и строительство сооружения инженерной защиты. В республике также одобрен инфраструктурно-бюджетный кредит на комплексную застройку квартала в микрорайоне «Спутник» Черкеска. Планируется строительство более 3 километров седей водоотведения. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел встречу с выпускниками школ Карачаева-Черкеси, которые по результатам единого государственного экзамена набрали 98-100 баллов по различным предметам с их учителями и наставниками. Глава обратился к нынешним абитурентам со словами «Напутствие» и вручил им, их учителям и наставникам памятные знаки к столетию образования региона. Выпускники, в свою очередь, рассказали о планах на будущее, кем хотят стать и где учиться. Ребята задали Рашиду Тимрезову интересующие их вопросы, которые в основном касались развития родной Карачаева-Черкесии и страны. Самым главным достоянием нашей родной с вами республики являются, конечно, люди. Трудолюбивые, открытые и гостеприимный многонациональный народ Карачаева-Черкесии истинно любят свой родной край и работают во благо его процветания. Всегда нужно ставить для себя самую высокую планку, причем вне зависимости от того, какую профессию вы в итоге выберете. Стараться любые, пусть даже небольшие задачи решать на пять с плюсом, что называется, по полной выкладываться. В то, что делаешь, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки. И если что-то не получается сразу, тогда вы обязательно добьетесь успеха. Более 170 миллиардов рублей планируют направить власти Карачаева-Черкесии на реализацию пяти прорывных инвестиционных проектов в сфере туризма, развития зеленой генерации, сельского хозяйства и промышленности. Об этом сообщил министр экономического развития региона Алина Коховна в состоявшемся заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном реализации модели экономического развития субъектов Северокавказского федерального округа. Благодаря методологической и практической поддержке Минэкономразвития России в прошлом году была утверждена модель экономического развития Карачаева-Черкесии, в которую включены пять проектов. Это развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров, развитие зеленой генерации, строительство худейского горно-обогатительного комбината и развитие туристических кластеров Тиберда-Дамбай и Архиз. По словам Накохова, в настоящее время на территории республики ведутся строительно-монтажные работы по четырем объектам гидрогенерации. Прорабатывается вопрос заключения договоров на поставку генерирующего оборудования и системы управления. В конце текущего года ожидается ввод в эксплуатацию красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2 общей мощностью около 50 мегаватт. А в части развития интенсивного садоводства и строительства оптово-распределительных центров, то в настоящее время ведется работа по закладке садов и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство оптово-распределительных центров. На сегодняшний день высажено более 400 гектаров садов интенсивного типа. Вместе с тем, в рамках инвест-проекта на курорте Дамбай ведется строительство горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты. По итогам конкурсного отбора на строительство данного объекта Республике представлен инфраструктурно-бюджетный кредит в размере 890 млн. рублей. Кроме того, в соответствии с приказом Минэкономразвития России проект включен в перечень новых инвестиционных проектов, что позволяет за счет высвобождаемых средств бюджета Республики на 2022-2023 годы привлечь еще 767 млн. рублей. Власти Карачаева-Чехесии разработали также проект по комплексному освоению территории, прилегающей к Кисловодску в границах Кавказских минеральных вод для включения в модели экономического развития Республики. Он предполагает строительство на площади более 300 гектаров жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 400 тысяч квадратных метров. Строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей, ягод на 40 гектаров. В ближайшее время планируем направить предложение по включению его в экономическую модель, сказал министр экономического развития Карачаева-Чехесии Алина Кохов в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, данный проект регион подготовил с учетом неопределенности срока в начале строительства худеского горнообогатительного комбината и намерен предложить его на замену для включения в модели экономического развития Республики. У проекта аналогичные параметры, в том числе по созданию рабочих мест. Министерство туризма и курорта в Республике запустило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленный на развитие внутреннего туризма в нашей Республике. Сумма гранта от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Заявки на конкурсный отбор принимаются до 19 июля текущего года, рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которые включают в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третья мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. 14 километров дороги, ведущей к Лунной поляне, будут отремонтированы с применением новых технологий. В частности, на участке автодороги Архиз Лунная поляна Дука продолжаются работы по ремонту и устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Его основными преимуществами являются водонепроницаемость и морозостойкость, высокая усталостная стойкость, повышенная сдвигоустойчивость, а также повышенное сцепление дорожного покрытия, низкий уровень шума и многое другое. Работы планируется завершить до декабря текущего года. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии, Исмаил Хаджи Бердиев прокомментировал появление флага ЛГПТ над мечетью в центре Берлина. Недавно я узнал о том, что в Германии в мечети вывесили флаг ЛГБТИ. Уже дошло и до этого. Раньше тоже были покушения на религию. У нас в России принят закон о чувствах верующих, что нельзя оскорблять. Но нигде этого закона больше нет. И вот это, наверное, дает им право так вот глумиться над религией. Это лично оскорбляет, лично мое религиозное чувство, что в мечети делаются вот такие дела. Это не мусульмане. И мне очень жаль, что мусульмане в Германии, что они допускают такие вещи. Нельзя этого делать. Это очень серьезное дело. И поэтому я считаю, что нужно принять такой закон. Это уже надо на уровне ООН, чтобы во всех странах был этот закон. Что нельзя оскорблять чувств верующих. С 11 июля республиканский наркологический диспансер будет располагаться и работать в новом здании по адресу Черекеск, улица Свободы, 62. Это район бывшего химзавода, здание Северного ковидного госпиталя, второй этаж, вход с левой стороны здания. Проехать можно будет на автобусе номер 6 до остановки филиала городской поликлиники, на автобусах номер 13 и 16, троллейбусах номер 1 и 8 до остановки химзавод, а также троллейбусе номер 4 до остановки автосервис. А теперь о ситуации с клещами. По данным Орегинального управления Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов насекомых не превышает среднемноголетних значений. И тем не менее в республике период их активности. На сегодняшний день официально зарегистрировано 184 случаи укуса, 64 из которых дети до 14 лет. Случаи присасывания зафиксированы абсолютно в каждом районе республики и Черкески. В Карачаево, Черкесию, прибыли 100 детей-активистов детских общественных движений из Кабардино-Балкарии и Адыгеи. В рамках празднования столетия ребята посетят всесезонный курортный поселок Дамбай и межрегиональную летнюю профильную смену в семье Единой, которая пройдет в детском оздоровительном лагере Адель Дамбая. Смена продлится 14 дней. Вчера составился вечер знакомств «Мы разные, но мы вместе», который дал старт увлекательным двухнедельным приключениям ребят, которые приехали к нам отдохнуть со всех уголков нашей республики Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Дети разделены на отряды, и каждая из них представит свою визитную карточку. Их ждут разнообразный ежедневный досуг, а также тематические мероприятия с участием специалистов различных сфер образования, культуры и спорта. В станице Преградной у Рубского района будет установлена площадка ГТО. До конца этого месяца здесь появятся тренажеры, воркаут, турники, освещение и резиновая травма. Безопасное покрытие общей площадью 352 квадратных метра. Кроме того, всего в этом году в Карачаево-Черкесии планируется построить и открыть 10 спортивных сооружений, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы в Учкулане, Сары-Тюзе, Зеленчукской и первая в регионе умная площадка физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в микрорайоне Московском Усть-Джигутинского района. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные осадки. Ветер восточный 6,11 метров в секунду, при грозе порывы до 15-18 метров. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла, в горах местами плюс 18-23. В Черкесске днем кратковременный дождь, ветер восточный 6,11 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Местами по Республике высокая пожароопасность 4 класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова